На борьбу с безработицей и содействие занятости жителей региона может быть направлена и еще одна мера. В администрации региона предварительное рассмотрение прошел законопроект о квотировании рабочих мест для отдельных категорий граждан, которые испытывают трудности в поиске работы. К этой категории разработчики документа предварительно отнесли одиноких родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей-инвалидов, многодетных родителей, воспитывающих 5 и более детей в возрасте до 18 лет, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без побечения родителей в возрасте от 18 до 23 лет и граждан в возрасте от 18 до 25 лет, которые закончили организации профессионального и высшего профессионального образования. При условии проживания в округе не менее 5 лет для всех перечисленных категорий. Всем остальным гражданам, чтобы попасть под действие норм закона, необходимо прожить в НАО не менее 15 лет. Квоту установить для организаторов, где работают 50 и выше работников, в размере 30% от общей численности работников. Работодатели самостоятельно будут определять, какие это будут должности. Как отметил Сергей Свиридов, норма квотирования будет распространяться не только на вновь в Вадимы, но и уже существующие рабочие места. Поэтому работодателям потребуется определенный переходный период. Мы провели анализ. Это в основном те субподрядчики нефтиных организаций, которые привлекают рабочих сил и других субъектов. То, что мы сегодня организовали работу, у нас, к сожалению, нет административного ресурса, чтобы вопрос решить, существовало. И дальше, если правильно задаете вопрос, что здесь пока методами уговоров и просьб данный закон нам бы позволил уже в другом русле решать эту проблему. По словам Сергея Свиридова, у более чем 30 нефтяных компаний, которые работают на территории Нинецкого округа, не менее 200 субподрядчиков. Сегодня по поручению губернатора региона совместно с налоговой инспекцией ведется работа по постановке на учет всех подрядных организаций. После в эти организации можно будет трудоустроить местных жителей. Кроме субподрядных организаций нефтяной отрасли, законопроект распространит свои нормы и на предпринимателей региона. По словам Сергея Свиридова, федеральный закон о занятости населения дает региону такую возможность, как квотирование рабочих мест. Подобный прецедент уже существует в Московской области. Там подобный закон пытались оспорить в Верховном суде. Но инстанция вынесла решение в пользу документа, установив, что его норма не противоречит федеральному законодательству. Напомню, пока региональный законопроект проходит предварительное рассмотрение и будет корректироваться с учетом всех мнений и предложений.